Остались небольшие штрихи. Уже в скором времени будет сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на улице Рыбников. Об особенностях проживания в новом доме расскажет Василий Хатанзейский. Новый пятиэтажный дом по улице Рыбников начали строить в 2019 году. В настоящее время стройка вышла на финишную прямую. На этой неделе многоквартирный дом уже прошел комиссионное обследование и приемку. Фактически квартира полностью готова. Осталось закончить буквально последние штрихи чисто косметические. Где-то подклеить обои, где-то необходимо буквально помыть полы. То есть все, дом полностью готов. Получено заключение по КТС о том, что система тоже все пригодна. Соответственно, нет никаких существенных замечаний. Поэтому до конца этой недели, надеюсь, подрядчик сможет уже провести влажную работу. Буквально промыть, протереть, чтобы мы могли передавать квартиры уже жителям. Поэтому на следующей неделе надеемся на то, что по окончательной приемке сможем составить соответствующие акты и будем регистрировать квартиры для дальнейшей придачи их жителям нашего округа. Один из плюсов проживания в этом доме – небольшая оплата за отопление, что существенно минимизирует расходы за оплату коммунальных услуг. Дом выполнен из керамического кирпича, так называемая теплая керамика. Для каждого конкретного проживающего человека это будет ощутимо для комфорта. Дома очень энергоэффективные. На сегодняшний день мы, получается, за отопление всего дома по каждой квартире, мы платим по счетчикам, у нас получается порядка 35 тысяч в месяц. То есть это в среднем по 500 рублей на каждую квартиру. Для каждого проживающего это также будет очень ощутимо на коммунальных платежах. На этом плюсы не заканчиваются. При подготовке технического задания предусматривали возможность передачи показаний учета приборов в электронном виде дистанционно. Подрядчикам сделано непосредственно все в том соответствии, как должно быть, за счет чего управляющая компания, после того, когда она поделит способ и систему, в которой будет работать, сможет электронно, и жители, соответственно, смогут электронно подавать все показания. А для того, чтобы максимально безопасить и, соответственно, соблюсти все нормы и требования, в том числе пожарной безопасности, дать котлы, оборудованные системами дыма и газового улавливания, которые за счет возможности работы в удаленном режиме могут быть получены управляющей компанией, и, соответственно, заранее проанализированы, получены, обработаны и предотвращены возможные негативные последствия для жителей. 68 квартир в этой многоташке получат жители Наринмара, находящиеся в очереди по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Василий Хатанзейский, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...